Сейчас на их лицах одни улыбки. Этого момента жители поселка Дубовка ждали более четверти века. Из аварийных бараков люди переезжают в новые квартиры. Заветные ключи получают 36 семей. Татьяна Конева в числе новоселов. 30 лет она прожила в бараке, который отапливала одна печка. В новой трехкомнатной квартире теперь сама будет регулировать температуру. Прекрасный дом, прекрасная квартира. Все очень хорошо. АГВ, во-первых. Всегда будет тепло, не будет сырости никогда. И газы, и ванны, и туалет. Все есть. Просторные балконы, ламинат на полу. По программе переселения из аварийного жилья на строительство этого дома потратили более 37 миллионов рублей. Как освоены деньги? Нет ли претензий у людей? Проверить на место приехал генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицын. В сопровождении главы региона он сразу пошел осматривать квартиры. Ведь половину денег на строительство дал областной бюджету, другую половину – фонд реформирования. Пока еще вы не приняли оборудование, да? Нет, еще нет. Ключи, а потом уже помогут. Вот это самый главный аппарат, где вы будете деньги экономить. Зимой особенно. Алексей Дюмин отмечает, программа по переселению жителей из аварийного жилья в регионе идет по плану. Самую серьезную проблему недобросовестных подрядчиков, которые срывали сроки сдачи домов, удалось решить. С этого года разобрались со всеми нерадимыми застройщиками. Все объекты, которые у нас простаивали строительные по этой программе, мы их запустили, стройки пошли. Есть план, который жестко контролируется правительством Тульской области. В этом году планируем ввести в эксплуатацию 33 дома. В том, что программа в регионе будет выполнена в срок, не сомневается и Константин Цицын. При этом, добавляя, Тульская область входит в девятку регионов с наибольшим числом аварийного жилья. Более 300 тысяч квадратных метров за 4 года надо было расселить, а в предыдущие 5 лет там расселили всего 130. Поэтому почти в 4, ну в 3 раза больше. Есть определенные проблемы. Не хватает финансов, как вы понимаете, всегда. Но, как я уже сказал, мы все эти проблемы совместно с администрацией Тульской области, с Алексеем Геннадьевичем обсуждаем. Самое главное, что процесс продолжается, причем в позитивном направлении. Только в Узловском районе за время реализации программы по переселению граждан построят около 70 тысяч квадратных метров жилья. Почти треть из них в Дубовке. Всего же до сентября 2017 года в регионе возведут 321 тысячу квадратных метров. Дальше программа по переселению будет продолжена, уточняет Цицин. Сейчас в федеральном центре прорабатывают ее детали. Возможно, в будущем жилье станут передавать на условиях социального найма. Надежда Милехина, Вадим Роженков, Первый Тульский.